МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ 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 и все юбиланты, которые мы будем дать сегодня, то я попряжу вам и вам, за все девушки здесь в Собиславе, и за себя и за все почитатели, к вашим красивым 75. народам. Очень счастлив, очень здорово, а к вам это прекрасно директор. Здесь много членов, так что за тих 5 минут, я могла бы каждого из них на них зептать, и я бы точно была в третьем, а так я то скушу, потому что мы все на меня, они все на меня не пты, мне так и не, мне так и не, но на кого-то падает, а кто се смеет? Тебе на меня смеет кларинетиста. Добрый день. Так попросим о звену. Петр Литера, добрый день. Как долго храните с орхестром? Уж это долго? С тим-летним орхестром, правда, не. Тебе не надо. ЛИБИ СЕ ВАМ ТО? МАТЕ ТАКОВУ МЫШЛЕНКУ, МАТЕ ТАКОВУ, ТАКОВУ МЫШЛЕНКУ, АКОВУ МЫШЛЕНКУ, БАТЕ, МАТЕ, ВАМ ТО? Я хочу сказать, что здесь есть такие интересные настроения. Сейчас я осознала, что вы можете поставить и указать, на что вы делаете. Добрый день, это ваша имя? Добрый день, Ярка Фахлита. Представьте, что это выглядит как кларинет, но если музыкант стал видеть, что это очень похожий настроение, то прошу, пожалуйста, пойдите кузяк до преды. Дивацы тоже имеют еще кузяк. Представьте нам, что это за звешечный настроение. Это, да я скажу, один тип кларинета, это бас кларинет. Предположим, что имеет глубокий тон. Да, да. А вы начали на нормальный кларинет? Да, я и на нормальный кларинет. Храешься на то стеянно или подобно? Простопаде, да, все же, что здесь есть. А здесь есть и глубокий тон. А вы в хране стремитесь на то стеянно или в орхестру храните на то стеянно? Да, сейчас я только на то стеянно. Дякую, а а то хранится и вам. ОТО ПОТИРА Добрый день. Cestoval jste s orchestrem už kus světa? Ještě tolik ne, hraju tady zase tak dlouho, ale na pár záležek už jsem byl. Tak se s námi podělte o nějaké hezké zážitky, vzpomínky, nebo stačí jenom nějaké hezké místo, které jste díky orchestru navštívil? Tak zážitků pár, radši je tady nebudu vyprávit, ale jezdíme třeba do Kamenco do Německa, je to tam moc hezký. Jezdíme tam skoro každý rok, vlastně každý rok, je to tam fajn. Dobře, a tady bylo také slyšet, když jsem se pnala, aby vzpomněla nějaké hezké místo, kde byl, tak tady zašumělo co věslep přece. No, je to tak, jsou tady, ale orchestr, pokud se nemíří, je tady poprvé. Ano, ano, je to tak poprvé, ale doufají a my také, že určitě nenaposledy a budou hrát pro vás a také pro Český rozhoz České Budějovice. Za chviličku už to vybukne, tak mi dovolte, abych se malinko vzdálila, abych si mohla dát do uší to, co teď hraje v rádiu. A poprosím i kolegy z přenosového bozu, Romana Kawvu, mistra zvuku, jestli by se podělil i o přenos rozhlasový s vámi. Dejšku a tady. A všichni. A všichni. A všichni. A všichni. A hrač co se dělají. Dobř. Slaví angrická skupina King s mátím na Amákové kupy s vášním a rozhodně nezadýpatelné postavení. Velké úspěchy slavila kapela vedená ta 3D vysový mědova v Anglii, ale i v Americe, В Европе, вчетно бывшего Ческо-Словенца, к признавцам Кингс, и Мэкиш Бирка, который также вспоминал в порядке святого храма, в нем Ширька стал первым в диле, чем ближе к ней пребе. Можете послушать недели в 8.00 вечера. Деток днём мы в сериале о звонех ческобудовицкой ДИЕЦЕЗ в опции РАТАЪЕ на ТАМОСКО. В ЕЖИ КОСТЕЛА НЕЙСВЯТИJЩЮ ТРОЇЦЕ В СУЧАСНОСТИ НАХАЗИЇ ТРИ ЗВОНЫ. ДНЕШНЮ ПОЛЕДНЕ ОХЛАСИЙ СПОЛЕЧНЕ ВЫЗВАJНЕНИ ДВУ ЗВОНУ. В ЕЖИЩ, КТОРЪ РУКО 1633 УЛИЛ ТОМАШ ФРИЧ В РУНИЦЕ НА ДЛАБЕМ А ЗВОНУ СВАТЪ ВОЙТЇ. ТЕР УЛИЛ ЛЕТОС 9. Дубна ЗВОНАŠ Михаил ОТРУБА ПОЛЕДНЕ ОТМИ СЛКОВИЦЇ У СОБЪСЛАВИ. ЗВОНЫ ЗНЮ В ОДСТУПУ У МОЛОВЕ ТЕРЦИ. ДОБРЕ ПОЛЕДНЕ. ДОБРЕ ПОЛЕДНЕ. Продолжение следует... ...odbylo poledne. Český rozhlas České Budějovice. Strávy. Policie má několik důležitých světků nehody na odlické přehradě, při které po strážce se spůtrem minulý týden zemřela mladá žena plující na loďce. Táborská nemocnice si pochvaluje elektronické recepty. Jsou údajně bezpečnější a zamezují chybám. Čeští slalomáři vybojovali na mistrovství světa juniorů a do 23 let další tři medaile. Je oblačno až zataženo s teplotami mezi 20 až 22 stupník, dočkáme se i deště. Vítejte u poledních zpráv s Terezou Hamerskou. Policie získala svědecké výpovědi o nehodě na Orlické přehradě. Devatenáctiletý mladík tam minulou neděli na skoutru najel na pramici se dvěma pasažéry. Střed nepřežila 18-letá žena. Ve chvíli nehody jel okolový letní parvník. Písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingríšová má další podrobnosti. Minimálně tři svědecky byla velmi závažná a důležitá. Všichni, kteří se ozvali a dali tyhle zásadní svědecké výpovědi, tak to byly pasažéři té výletní hodiny. A napomohli nám k objasnění celé situace, jak nehodě na Orlické přehradě došlo. Téměř pět stovek zdravotnických zařízení v Česku, z toho 32 nemocnic a poliklinik, vystavuje elektronické recepty. Elektronická forma receptů je bezpečná, zamezuje chybám a veškeré informace jsou snadno dohledatelné. Potvrdil to i Miroslav Kubeš, provozně ekonomický náměstek, nemocnice v táboře, kde s vypisováním elektronických receptů mají už příletou zkušenost. Systém je podle jeho slav výhodný i pro pacienty. V těch chvíli, kdy lékař vystavuje pacientový recept, má online přístup do skladových zásob naší lékárny. Může tím automaticky pacientovi zaručit, že svůj lék určitě dostane, že je skladený. Dokonce může sdělit, že předepsaný lék je bez doplatku a v případě, že léky s doplatkem, tak v jaké výši ten doplatek je. Převážně s otázkami ohledně leteckých spojů se obracejí turisté na krizovou linku, kterou v noci zpátku na sobotu zřídilo Ministerstvo zahraničí kvůli nezdařenému pokusu o státní převrat v Turecku. S uklidněním situace a znovu obnovením provozu tureckých letišť dotazů ubývá. Stále ale platí sobotní výzva ministerstva, aby jste necestovali do Ankary, ke Stambulu a na jeho východ země. V ostatních regionech mají být lidé maximálně obezřetní. Skupina odbrojenců obsadila policejní stanici v Jerevanu. Na místě drží blíže neurčený počet rukojmých. S odvoláním na arvenskou bezpečnostní službu o tom informovala agentura Reuters. Z útočníky se nyní vyjednává o poklidném řešení situace. Příznivci ozbrojenců prý na internetu mezi tím rozšířili falešné zprávy o tom, že v Arménii začalo ozbrojené povstání proti vládě. Čeští vodní slalomáři vybojovali na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v Krakově další tři medaile. Tu nejcennější získala deblkánoé Albert Kašpar Vojtěch Mrůzek mezi juniory. Kajakářka Karolina Kalušková vybojovala v 23 let v Stříbrov. Její mladší sestra Antonie přidala ve stejné disciplíně juniorský bronz. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Je oblačno i zataženo, na většině území přijde občasní déšť nebo přeháníky, odpoledne to mohou být i bouřky. Odpoledne ale bude oblačnosti částečně ubývat. Dení maxima 19 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 16. Folkámírný severozápadní vítr. Během oblačné až polojasné noci se ochladí na 15 až 12 stupňů. Zítra potom čekáme polojasno až oblačnost o jedinělými přeháníkami a teplotami mezi 23 až 26 stupňů. Na horách naměříte 19. Folkámírný severozápadní vítr. Biopředpověď je dnes i zítra na jedničce. Český rozhlas České Budějovice. Rádio Vašemu kraje. Celená vlna, doprava aktuálně. Na cestě z Českých Budějovic na Český Krumlov před sjezdem na Kosov havarovalo nákladní vozidlo. Převrátilo se na bok a nehoda si vyžádala zranění. Během zásahu záchranných složek počítejte s výraznějším omezením až do půl druhé. Celená vlna, zavolejte i vy 800 12 20 12. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré poledne, milí posluchači. Po vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vás ze Soběslavského náměstí zdraví Katka Hálova. Mohli by vás, milí posluchači, pozdravit i zdejší diváci. Kubešovi Soběslavy je tady plné náměstí a ačkoliv tady trošku poprchává, tak oni vám určitě s radostí zatleskají. Zatleskají, aby přiblížili tu krásnou atmosféru, která tady je. Letos bude na Mezinárodní festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav v přímém přenosu pro Český rozhlas České Budějovice hrát velký dechový orchestr Kolín Dolních Vatliny s kapelníkem Vladimírem Zemanem. Uměleckým vedoucím je hudební pedagog a aranžérius Šťastný. Zpívat vám budou Zdenka Mačinová a Petr Konývka. Přivítejte orchestr, který v loňském roce oslavil 110. výročí založení a který spolu s městskou dvou Františka Kmocha stál u zradu festivalu Kmochův Kolín. Velký dechový orchestr Kolín Dolních Vatliny. Hala! Hala! Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, 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 Полины, Дольни, Хватлины. Я бы рада поменила несколько хороших и важных оценений. В году 2002 удалил Министерство культуры Павел Достал медали Министерства культуры Артис, Боемия и МИСИС за шíрен доброго имена ческальной культуры. Это очень важный подпес. Это очень хорошие и важные оценения. А не то так давно, это несколько месяцев, когда к животному юбилею к 80. народу удалил летос в Дубну Министерства культуры Данил Херман Пану Ярославу Земанови цену Министра культуры за худебную активность, за цело животную, диригентскую и сквознательную чинность и за пропагацию ческальной дешовой худбы. Градулемо вам. Вы написали и управили более 300 складе, это очень большая множество. Вы были для вас что-то, что вы пократирует мунистерского рода великим завязком? Ну, я бы сказал, что было. Потому что я я из этой музыки в росту в 12 лет я начал играть, но потом я начал играть на войну, военно-вредительную школу, а по пребеу военно-вредительной службы я у этого орхестра 31 лет выполнил милетского ведущего, сполу со своим братом Владимиром, который был капельником. Протопедий си важен и я думаю, что я удал до стиха. Удба вас провязала и провязала целым животом. Умите себе представить живота без него? Ну, а бы я правду сказать, что тяжело. Удбить 81 лет и я в жизни не делал ничего не в музыке. Чисто я целый живот мя провязала и я думаю, что мя еще несколько лет будет провязать. Я еще одну отставку на вас мунистерство. Когда вы обратите аж спят до вашего детства, на какого нераннейшую вспоминку, что с титой ходьбы, помните? Ну, так нераннейшую вспоминку. Я зацел хрят в 6 лет на хусле, но потом я его постепенно нехал и в 12 лет я зацел хрят на тенора на басксидловку. Это меня очень понравилось, так что я на хусле зановрел. И я очень вспоминал на то, когда мусь отец, который был капельником, это младежнической речоовой худбой, это была СЧМ, что с ческой младежа, взял до того орхестру, но они там были такими 20 лет мне было 12,5 лет, они были 180 см а я 130 см. Так что мя всегда фотографировали, так что мусьли дать под мою бединку отбива, чтобы я им выровнал. Я на то так и взял, потому что я првне в жизни мил длухой калавоти. В той uniformе мусили калавоты, мы ходили до школы в краткей калавотах а не в тренках лете. На подзим се носили пумбки, то все велики, о чем мусьли, но я уже мил длухой калавоти, что я поступил. А потом таковую добрую вспоминку, ну да, было много Я прошел 15 лет военные в Писке, где я был диригентом и 7 лет капельником. На что я помню, когда я был первым самостатным концертом в Писецких садах, когда я играл первую скатку до Будео-витского рождения, которую вы также слышите, Писецкого холма. Я мог бы поедать очень долго, но мы хотим играть. Мы хотим играть и будем играть. Мы будем играть «Писец о власти» из фильма «Ческий музикант» от Кантишка Кмоха в управе Ярослава Земана. Он также уступит к Великой орхестр Колин до Нихватлины. «Ческий музикант» «Ческий музикант» «Ческий музикант» «Actи в справа и звали» «Ческий музикант» «Ческий музикант» «Ческий музикант» «Ческий музикант» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 и передавать CD и DWD носище. Это славностный период, к которому я попросила призвать Регителе Культурного дома м. Собиславы мг. Петра Малеше, Регителе Ракусского выдавательства и музыктролага Герарда Сулиока, также попросим Hans Петра von Сидентале из швейцарского Винтертурга и за Кубешово выдавательство Владислава Кубеша. Это славностный период, к чему мы попросили в прямом разговоре к чему юбиланту Ярославу Земанову, который ослабил прекрасные 80. народы, Милону Чепелкову, которому будет прекрасных 80 лет, а пану Яну Липолдову, к тому же 75 лет. Аплодисменты. 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 в орхестру селся всем спевалам и так далее, которые имеют на то большую силу. Спасибо. Я еще хочу сказать, что я прострадил пану Замановичу, что мы приготовим за CD. ПОЛЬРОКУ мне звонил, если это будет или нет, если это выйдет. Так что я рад, что нам это победило и что это вышло. Мы готовы и мы передаем еще микрофон. Я рад вас, что вы, мэр Джебелка, сегодня все доброе на вашем джеброте. Я рад вас, что вы, мэр Джебелка, еще много, много, много лет в хорошей здоровье и много веса в работе. Рековский джеброт, пану Милони Чепелко, к которому я передаю вам слово. А, милые милони, а если мне было не плохо, то мы и тебе приготовили, не со складами, но с твой мэр. Дякую вам всем. Человек я из этого немного дожатый, но я могу сказать, что это предчасное. Я вам 80, аж за два месяца. Так что, но я знаю, как я так смотрю на Ярослава Замана, что, как он это прожил, никак не улучшило. Я желаю, что я тоже ждал так, так, но в здравии. Дякую всем. Дякую вам. И я хочу сказать, что мне viverло очень много лет. Несам детям и не простой, а правда, правда. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!